Натуральные числа от 1 до 200 разбили на 50 множеств. Докажите, что хотя бы в одном из них найдутся три числа, являющиеся длинными сторон некоторого треугольника. Повторяю, числа от 1 до 200 произвольным образом разбили на 50 множеств. Докажите, что хотя бы в одном из них есть три числа, которые удовлетворяют неравенственному треугольнику. Понятно, да? Сумма двух любых из них больше третьих. Являются длинными сторон треугольника. А могут быть произвольные или длинные длины? То есть, в одном четыре? Да, конечно. Произвольно разбили на 50 множеств. Не слышно? А можно было перескать? Нет, разбили на 50 множеств. Может быть, что в какой-то множестве четыре числа. Может быть, что какое-то множество вообще пустое. Это все разрешено. Да, были бы треугольники. Были бы длинными сторон треугольниками. Смотрим следующее число. Сколько их ждут? 100. 101. 101. 101. 101 больше, чем 2 умножить на 50. Значит, из этих чисел обязательно какие-то три окажутся в одном месте. Так называемый принцип Гритле. 50 мест и 101 объект. Какие-то три объекта обязательно окажутся в одном месте. Вот из них треугольники делают. Поймите, это числа, обладающиеся следующим свойством. Любые три из них берешь, и треугольник отличается. Поняли? Отдача очень легкая.